Я тебе не тыкал еще никуда, я не собираюсь. 13 килограммов из колбасы, 80 килограммов сыра, в общем весом 45 килограмм. Мань, не провадите? О, отказывается возврат сейчас делать. Не надо меня снимать. Кто вас снимает? Снимает проститута. Если вы здесь подрабатываете, то пожалуйста, озвучите тариф. По какому вас снимает? Цельник на тараканы не обнаружен, тараканам не зависит. Отказались в уклончивой форме. Девушка, а не подскажешь, что они свежие? Они что-то на вас пришло. Это заставали, девочки. Свежие, нормальные? Сейчас скажу. 11-й, 27-й, 22-й. А вот тут написано, что это в открытии упаковки. Что их только сегодня в открытии. Вот написано, 11-й, 05-й, 22-й. Зачем вы меня обманываете? Не писали же сами. 11-го мая скрыли. 15 суток. Значит, 26-го мая у них вышел срок воздействия. Не надо такого. Вот написано. Упаковано, 11-й, 12-й, 12-й? Упаковано, это понятно. А дата вскрытия упаковки? Какой упаковки? Читайте, сами же написали. Вот, глаза есть, в школе учились, буковки знаете. Дата вскрытия упаковки. Что написано? Вы не забирайте. Ну, надеюсь, что не будете. Тупость работников магнит заключается в следующем. Она смотрит на упаковку на 11-й, 07-й. Моя тележка, пожалуйста, не трогайте. А дата вскрытия упаковки 11 мая, 17-й, 26-й. И после вскрытия упаковки 15 суток. Давно. Вообще нет маркировки с датой вскрытия упаковки. Полностью отсутствует. Подается на том прилавке. Все, до покупателей дела нет никакого. Ну, зачем покупать? Действительно, зачем? Можно просрочку продавать. Вон, смотрите, сколько просрочки. Ну, просрочки, не рост при лапши. Полностью отсутствует маркировка. Не нужны покупатели. Если бы они зависели от продажи, они тогда сделаны. Так, а еще есть, интересно, вскрытия сосиски. Ручки какие-то в продуктах валяются. Кошмар. О, спреты. Скрытые, 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 скрытые. Упакованы 14-й, 07-го. Дата вскрытия упаковки 11-й, 05-й. Я запугивал, да помойтесь Бога. Просрочку продают. Молодцы, смотрите. 11-го мая написано, вскрыто. Две недели фальско-вскрытия у этих сосисек. Значит, 29-го мая у них вышел срок годности. Сейчас, какой июня? Июля. Июля. 18-е. То есть на два месяца просроченные сосиски. Что, серьезно? Ну, врач, что ли, вам будет? Ну, я не вижу. Хорошо, но вот этот вы не можете не увидеть. А вы руководите ревизию, да? А, это 22-е, 06-е. А здесь 22-е, 08-е. Вы направились. 22-е. 23-е, 08-е, 21-е. Вы читайте внимательно. Верхняя дата производства. А, понятно. И 22-е, 06-е. Да, вот так смотрим. За что им деньги платят? Черститель. Ну, вот, сколько начерстил. Больше, чем на 50 тысяч рублей. Кожа. Да что они зарплату получают, если вот все сыры просроченные оказались? А еще сроки переклеивают. Ходите, посмотри. Вот здесь одна упаковка, а там этикетка, а там под ней еще одна. Бывает такое. Бывает, да. Так это что, продление сроков годности? Видите? Одна над другой. Да, да. Сволочь. Вместо того, чтобы списать? А скажите, вот кусочками порезана колбаса. Они каждый день меняют этикетку эту? Это вообще нельзя делать. Нельзя этого делать. Это же искусственное продление сроков годности. Вот один раз порезал, пошел срок. А если они сменили этикетку, значит срок, то пошел по-моему. Я даже купила, они тянутся вообще кошмар. Я второй раз пришла, колбаса обезжирена. Я второй раз пришла и говорю, она как раз переклеивает. И я говорю, девушка, а вы переклеиваете? Здесь переклеиваете? Да, было такое. Ну, не надо меня вдергивать. Она говорит, а мы так это через какой-то, она сказала, через какой-то период, либо через неделю. Ну, так это же срок-то выходит. А что, он становится моложе продукта? И вот кошки не стали есть. Кошки не стали есть? На угол дома отнесла, на угол дома. Ну, а кто хочет тухлое мясо есть? Да, никто не хочет. Вот так вот. Маленький городок, старый оскол. А он столько вот просроченки. И говорит, что кошки даже не хотят есть продукцию из магнитосемейного. Надо задуматься. А что вы хотите? Да, корзина с продуктами. А? Вы пробили все. Конечно. Вы же видели. На кассе, да. Не, ну, ксо пробивали, да? А сосиски вы что? А сосиски, это просроченные. 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 Как вот это все? А? А как вам двойная маркировка на продуктах? Ну, это, я не знаю, это служба керамической безопасности. Вы разве это безопасность? Вот переклеивать вот так сроки годности, перебивать. Не, вот она. Одна и вторая. А это сверху бить? Да, прям наклеено. И там другой срок годности. А вот про это что скажете? Ну, я с этим сталкивался. Когда еще там генерального директора возил те края. Тоже перебивали. Так вот, водитель говорит, пойди купи, а потом прокуратуру. Я купил. Полицию вызвал, буду оформлять этот магазин. Что-то хотел? Да нет. И тогда вот он поехал. Я говорю, где вы раньше работали? Кто-то там приехал, на автобусе работал. Я раньше начинал, говорит, в ОБХС лейтенантом, а закончил полковником ОМО. А, ну-то, говорю, не вопросов нет. В Белоруссии, на севере, поднято, работал. Тоже, тоже, двойные. Сталкивался. По чем, нарезки? А с тройными? С тройными делами. А мы вот в Мурманске столкнулись с тройной маркировкой. Дешевые пельмени, которые в себестоимости рублей 15. Ну, я понял. Вот. И они три раза переклеили. То есть, одна, на ней вторая, и на ней третья. Это человеческие жители. Ну, вообще-то. Совести никакой просто у людей. Вот, сколько просрочки. Охер. Вчера собрали за два часа. Вот это все. Говно. Ну, если кто-то отравится, так вообще, что, петь, петь. Маленький город. Он же придет сюда, или она. Да, конечно, когда в Борке был. Ну. И куда это пришло? Полицию. Сейчас он уже вызвал? Да, вызвал. Осмотр места происшествия. Ну, у вас так, а в других городах по-другому. Вот. А его уже передадите, и они, соответственно, составят протокол. По 14.43-14.4. Здесь, причем, умышленная продажа просрочки. Здесь переклеены сроки годности. Понятно. Ладно, вы там будете находиться. Да, жду вас здесь. Здравствуйте. Как вам вращается? Здравствуйте. Александр, что у вас? Вот. Все. Как это? Вот это все. Ну, вот так прям. Мы обрели, чеки у меня в кармане. Двойная маркировка. Умышленное продление сроков годности. Обратите внимание. 14.17 переклеен. Так, ладно. Это что у вас? Икра. Ага. До 22.06. Ну, по сосискам. Если хотите, объясню. Как бы смысл на самом деле не вижу. Мы все обрели. Что бы напишем. Вот. Я думаю, что в столько информации я специально туда покатил. А вон. Так, смотрите. Ты еще пока не приобретали, да? Да. 50 тысяч рублей уже приобретено. На 50 тысяч рублей. А что вы снеслили? Это такое количество? Это не мероприятие? Конечно, мероприятие. Посмотрим, как работает Роспотребнадзор и полиция по всей стране в рамках 212 ФЗ о качестве работы госорганов. Из неприобретенного. Давай. Сюда проходите. Вот. Единственное, чтобы сократить ваше время оплачиваемым благооплательщикам, думаю, у вас дел будет много. Предлагаю, вот сырые колбасы мы им отдадим. Пускай посчитают общий вес и общее количество. И мы в протокол напишем просто там сырная продукция, столько-то штук, какого-то веса. Колбаса, наверное, продукция. Ага. Все что ли, прослушиваются? Да. Все. Давайте смотреть. Вот это сосиски не куплены. Давайте разбираться. Дата третья упаковка. А вы, где вы работаете, наверное? Я представлю сейчас. Успешно. Я сейчас буду без отца. Но я вам все равно все данные дал. Это не вопрос. Смотрите, 11-й наркатный. Видите? 15 суток. Это после вскрытия? После вскрытия. А не вон вскрытые. Дата вскрытия упаковки. 11-й наркатный. Срок годности после вскрытия. Дата вскрытия упаковки. 11-й наркатный. Блин, долго выискали? Да, сразу два часа. Ну вот это вот, свинство. Мы же вот с твоих соседей вот это хрень управят. Вон и крат на месяц просроченный. Блин, маленький город. Ладно, когда в Москве там, видите ли. Пятерочки там уходят пожёстче. Бывает, конечно. Пятерочки на стачек 105. Рядом с метро-ветераном. Детская кашка на год просрочена. Рекорд Питера. Вот смотрите, это до 1-го октября 21-го года. Какой там нашли, а? Вот он уже опыт есть. И специалист. Так, смотрите, телефон ваш. Проликует еще с 900. Давай сократим время. Все известные факты изложил в сын. А есть уже заявление? Не, ну я напишу его. И просто, чтобы время занимать. Сколько там позиций много, да? Не знаю. Ну вот это отдельно надо записывать. А я же предложил. Мы сейчас зайдем администратора. Отдаем им сырно-колбасную продукцию. Они нам считают сыр, общее количество позиций, общий вес. Мы вписываем протокол. Сырная продукция, допустим, 150 позиций, весом 7-8 кг. И все. А у нас останется описать, а вот то, что вы сказали, им вот это еще есть. А это сыр, сыр? Ну, сыр и колбаса. Да, то есть напишем, мы ставим на это все количество таких. В принципе, да, это будет наиболее. Это самое оптимальное. Просто тут одного факта достаточно. Вот панк играет, да, Роспотребнадзор, чтобы проявлечь. Но я боюсь, что если мы не опишем это протокол, они это все на прилавок выводят. А оно все просрочено. Администратора кого-нибудь сюда пригласите. 28 тысяч. Это раз 10 тысяч. Это два. Это вчера. Это все вчера, да. И 16. А сегодня что-нибудь есть? Ну, вот сосиски сегодняшние. Да, извините, я думаю, что я не стал сегодня. Сегодня выявил сосиски. Примерно, насколько пришли. Ну, поскольку, ну, где-то в районе 12. В полной разный период взял. Понял. И ввезу, и везу, и везу. Ну, как, мы же расскажем, что не допустим реализацию. А вот че, реализация есть. Смотрите, вот эту продукцию нужно посчитать количество и общий вес. Мы это впишем в протокол осмотре места происшествия с полицейским. Если хотите, он вам это же самое скажет. Если вы мне не доверяете. Просто нам нужно количество сыров, количество колбас. На бумажке запишите. Сыров там, там, 150 упаковок, к примеру, да, весом таким-то. Колбасы. Вообще везу больше, чтобы не каждый день везет. Да, чтобы не переписывали, на чем мы здесь везет. А? Где я вам съезжу? В смысле, где? На складе. Не надо завозить, вас это не надо. Так, мне и не надо. Вы завозите, вы идите. Надо выйти на сервисную, взвесить, посчитать сыры. Сыры просрочены взвесить. Юлис, как скажут. Ну, Юлис даже. Вот, вы решите, да? Четыре пахания. Ну, я по чекам вам посчитаю. Я не буду по чекам. Я не буду это освеживать. Я вам по чекам. Я буду решать, что вы вездачный и вешка. Будет вездачный и вешка. А, я не буду. Мне некому отдавать умение. За антирапотой. Ну, тогда сейчас полицейского округа не откажется поедет в отдел. Конечно, поеду. Я буду помогать. 15-30, а вы пули в панели? Ну, да, конечно. Вы думаете? Ну, он вам майор скажет. И что, вы думаете, вы неприкосновенные из-за этого? Вы думаете, вы неприкосновенные? Вы выше закона? Вы считаете, что вы выше закона? Он требование выставит. Если не выполните, реально поедете в отдел. И я же буду свидетелем. И приложу видеокамеру, запись. А я-то чего? Нет, пусть они тянут машину. Для меня голос не надо повышать. Или что будет? Ничего не будет. Ну, вот тогда и не надо мне указывать. Не надо мне указывать. Мне не надо указывать. Сиди, работай. Не надо мне тыкать. Я тебе не тыкал еще никуда. Я не собираюсь. За мной так не надо разговаривать. Так что, давай. Я сам решу, как с кем мне разговаривать. Ну, тогда вы будете долго. Все. Подожду. У меня работает. Чего? Я же считаю его. Может, он на две недели затянуться? Когда ему надоест ждать, вот тогда затянется. До семена. Королевишная. 13 килограммов колбасы. 80 килограммов сыра. Общим весом 45 килограмм. Икра за 3,5. Дотовая химия. Все в этом магазине просрочено. Я слишком занято выставлением товара и внутренними процессами. Это без того, чтобы открывать просрочку. Тобор купли-продажи. Но он не отдается. Это мои документы. С какой стати вы их забираете? Кто это? Директор. Алло. Добрый. Для суда? Конечно. Товар возвращаем. Нет, чек остается у нас. Вы можете себе сделать копию. Я предоставлю вам эту возможность. Не можете сделать? Ну, а я-то тут при чем? С какой стати? Это мой документ купли-продажи. У вас есть копии в кассе. А договор купли-продажи? С какой стати вы забираете? И учите законы. Все, до свидания. Хотят чеки забрать, Саныч. Отказывается возврат сейчас делать. 15-18. Ну да, из-за того, что я ей сказал, что чеки у нас останутся, она не хочет возврат проводить дальше. Так, продолжаем в Старом Осколе описывать просрочку. А вот полицейский составил протокол осмотра места происшествия. А мы делаем возвраты закупленные, некачественные просроченные товары. Тележки уже просканированы. Продукция в одном магазине «Магнит». Вот такие вот маркировки. А, потому что здесь нет тонких опаковок. 6-го. Ну, а дата, скажите, упаковки. 6-го июня. После, скажите, упаковки 14 суток, 20-го июня, вышел с свободности. И так на всем. Не надо меня снимать. Кто вас снимает? Снимает проститута. А я веду видеофиксацию такую же, как вы вели. И какие внимания у наших видов у нас. Спасибо. Спасибо. То есть вам можно было ввести видеофиксацию, а нам нельзя. Я только что вы сказали, что не надо меня снимать. Кто вас снимает? Снимает проститута. А я видеофиксацию вел. И если вы здесь подрабатываете, то, пожалуйста, озвучьте тариф. По какому вас снимают. А, это парашник? Да. Пусть это парашником будет точно. Да. Просрочка моя, просрочка. Подождите, Саныч, еще один вариант. Все. Еще один вариант. А, ну да, ну как Варик. Сан Саныч, говорят, что ты выражался нецензурной бранью здесь. Ну, говорят, москвикурт дает. И обзывал мразью кого-то в магазине. А-а. Она вот собралась на тебя писать заявление. А, я слышал, что ему. Пусть пишет, пусть на свое. Пусть вы будете писать на него заявление. Вы уже заднюю дали, да? Переобулись, тапочку переодели. Вот это классический работница магнита. Так, только чуть-чуть прижмешь. Я говорю, вы, напишется заявление, придем в суд, я буду вас допрашивать. Она говорит, что вы меня пугаете? Нет, ну, всякого рода хабалок нужно увольнять, я не вижу. Нет, это бесспорно. Бесспорно. Взрослый человек не может оскорбить себя враньем. Вы зачем это делаете? Не может. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам, Николай Иванович? Сергей Николаевич. Ага. Александр, Александр, Евгений. Просрочка. Где таракан-то у нас? В общем, таракан нужно отдельно изъять. Наверное, отдельно на смотром места происшествия, насколько я понимаю. Он дохлый. После обнаружения сразу провели видеофиксацию. На следственную оперативную группу. На труп? На труп таракана следственная оперативность. Может, от просрочки мы не... Я просил завесить этого таракана. Я поинтересовался, где на него цельник. Цельник на таракана не обнаружен. Тараканом не завесить. Отказались. В уклончивой форме. И остальное просрочка. Есть даже товары, срок годности которых истек в 2020 году. Номер партии и годен до. Годен до 6-го, 12-го, 20-го. До 6-го декабря 2020 года. Нет, с сыром веселее. Давайте покажу. Это умысел. Вот это умысел. Продажи просрочки. Да, умысел на продажу просрочки. Дело в том, что дата вскрытия упаковки 9-го июля. Срок годности после вскрытия 7 суток. 4-я строка. 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-го числа у него истек срок годности. И 17-го числа нам его упакуют зачем-то. Для фиксации дальнейшего суда мы, соответственно, вызвали полицию, чтобы провести осмотр. Дальше мы уже искали заявление. Здесь же хотите конкретные товары, вы уже купили, да? Ну, практически все, кроме сливок. Кроме сливок? Кроме сливок, да. А у вас чек? Чек есть, да. Останыч, есть чек? Да, пакет. Ага, сейчас подоставим чек. Ну, их сразу фотографируйте. Не пройдете, придете? А, так вон на стол лешнице, удобнее будет, рука не тряснется. Ну, нам все равно же это все сейчас отрисанется. Спасибо. Не договорились. Не имеет смысла. Никакого вообще. Что, на 286-ю что ли? Нет, да там разговор нет. Или на 285-ю? Кому оно нужно? Порядок действий. А, абсолютно, да, абсолютно. Поэтому мы в этом плане говорим. 135 тысяч – это товар просроченного. Кто вы, с какой целью интересуетесь? Я администратор. Я молодец, я рабочий парад. Вы администратор. Зовут вас как? Елена Николаевна. Елена Николаевна. Очень привет. Меня зовут Александр. Я в общественном месте, как и все другие граждане, имею право вести видеофиксацию. Хорошо. Она вас обслуживала, что вы вели видеофиксацию? Я подошел туда, чтобы обслужиться, Елена Николаевна. У меня все это зафиксировано на видео. Я подошел и попросил, сделайте мне, пожалуйста, кофе. 400 миллилитров капучино за 170 рублей. Вместо того, чтобы сделать кофе, я бы отдал деньги и ушел. Она стала спрашивать такие вопросы, которые, я считаю, не по существу. Зачем вы ведете видеофиксацию? Да, зачем вы? Я не обязан отвечать на этот вопрос. Я еще раз спросил, сделайте кофе, я пойду. Так раз 10-15 было. Вы, короче, просите ей сделать кофе, тут же я сниму. Я все снимаю, да, вот я человек-видеорегистратор, вот как и он сейчас, вот слева от вас стоящий человек, он Александр Леонидович Завес. Не смотрите сейчас, товарищ, я на просвет, да? Не знаю.